Добро пожаловать в Испанию! Православие в Испании представлено четырьмя юрисдикциями. Константинопольский патриархат, русская, румынская и сербская православные страны. Самый старый православный приход в Испании находится в Мадриде и был основан в конце 18 столетия. Разрушился он в конце 19 столетия, но сейчас восстановлен и восстановлен в честь святой Марии Магдалины. Смотрите, какой он красивый. Он находится в юрисдикции Русской Православной Церкви. А что же по поводу испанской кухни? Давайте посмотрим. Так, так, так. По трапезничаем. Тапас. Гаспачо. Паэлья. Звучит, как какая-то испанская песня. Время. Тортильи де паттатас. Давайте посмотрим. Сегодня нам в этом помогут семья православных. Прямиком из Испании. Ребята, которые ходят в воскресенье. Тортильи де паттатас. Посмотрим. Буэнос провечу, что означает приятного аппетита. Всем привет, братья и сестры. Для приготовления нашего блюда нам понадобится картошка. Мы ее уже порезали на тоненькие чипсы. Дальше нам нужен обычный белый репчатый лук, яйца, куриные или гусины, неважно. По желанию можно использовать сыр и хамон. Вместо хамона можно использовать любые другие мясные ингредиенты. Колбаса, бекон или просто даже сосиски. И еще соль и перец. Сейчас мы берем наших 6 яиц и разбиваем их. И смешиваем. Сейчас мы взбиваем наши яйца и заодно добавим немного соли. Сейчас мы нарезаем лук вот такими кольцами. Музыка. 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 И дальше измельчаем его вот такими движениями. Вот такая огурочка у нас получается Мы переложили наш лук в небольшую емкость Потом, если захотите добавить мясные ингредиенты, у нас это хамон Мы его будем нарезать вот квадратиками И вот у нас получились такие небольшие ровные квадратики В разогретое масло ложим наши чипсы картофельные Примерно в конце, когда картошка уже готова, мы подсаливаем ее Вот мы и дожарили нашу картошечку Ждем, когда она остынет Так, вот мы и положили лучок, чтобы он обжаривался Солим Перчим До золотистой корочки Теперь сюда же мы будем добавлять хамон, наш нарезанный на квадратики И перемешиваем Сейчас в наши взбитые яйца мы будем добавлять жареный картофель Дальше жареный лук с мясом и сыр И все тщательно перемешиваем вот таким образом Добавляем си-поп-поще Добавляем си-поп-поще Теперь на небольшую сковородку, уже с разогретым маслом, мы выкладываем нашу готовую массу Дай мне небольшой мальчик мы то что уже готова переворачиваем и еще поджариваем с другой стороны первая порция потапы подошла у нас к спиналу сейчас я тоже самое буду проделывать с оставшееся количеством опять же в разогретую маску выкладываем еще порцию и убавляем опять огонь допустим на 3 на 2 ну это на маленький огонечек и через какое-то время буквально может быть минут 7 я его еще прикрою вот так крышечкой ненадолго а потом уже опять будем переворачивать и вот из шести картошек шести яиц половины большой луковицы еще забыл сказать что картошка у нас крупная у нас получилось вот таких четыре тортия мы жарили на блины сковородочках они не высокий бортик имеют если бы была другая сковородка с более высоким бортом то тортия бы получилась более высокая но в любом случае именно в продаже и в ресторанах они подают вот такие а теперь будем пробовать и вот у нас такая тортия получилась она получается очень нежной и вообще не сухой из-за большого количества яиц ангела за трапезой ну и как вам? вкусно вкусно всем приятного аппетита у меня но ну но ну и и и и Продолжение следует...